В Магнитогорске наметился рост количества пострадавших на пожарах. С начала года зафиксировано уже 522 возгорания, где три человека погибли и 21 получил серьезные травмы. Одна из главных причин трагедии – короткое замыкание. Как выяснилось, выявить предпосылки ЧП можно на ранней стадии. Сделать это позволяют профилактические рейды, которые проводят инспекторы Госпожнадзора. В одном из них побывала наша съемочная группа. Зная не понаслышке, что пожар легче предупредить, чем потушить, свои профилактические рейды Госпожнадзор проводит регулярно, стремясь каждый раз все больше расширить охват населения. На этот раз под пристальным вниманием сотрудников оказались многодетные семьи, которые проживают в доме номер 5 по улице Рубинштейна, где в первой же квартире инспектор обнаруживает буквально валящиеся на голову старые провода, часть из которых соединена кустарным способом. Как выяснилось в эту квартиру, Елена Некрасова вместе с детьми в силу определенных обстоятельств переехала совсем недавно и сама была шокирована состоянием проводки. Вы приехали, уже было все в таком состоянии? Было, да, уже в таком состоянии. Страшно, конечно же. В седьмом доме на Ржевского 7 был пожар. Там надо проводку менять. Все обращаются, а никто ничего не делает. Там два раза был пожар. Такая же безрадостная картина и в другой квартире, чья хозяйка признается, что короткое замыкание уже чуть было не стало причиной трагедии. Вот загорелась вот здесь вот, вот в этой проводке. Но быстро соседка выключила из розетки и потушили. У меня даже весь диван сгорел. Причиной возгорания стало одновременное включение в розетку плиты и электрочайника. Дом 1950-х годов постройки и старая дряхлая проводка не выдерживает даже такой минимальной нагрузки. Однако самое неприятное, по словам женщины, то, что происходит в ванной. Я раз постирала, все, машинку убрала, начала руки, а тут током, когда ходила в дом управления, ей сказали, квартира ваша, ваша. А у вас это в собственности, то есть это тоже, да, находится? Да, да. Они сказали, это ваша проблема. Вы узнавали, дорого это стоит? Дорого, конечно. Всю проводку надо поменять, как это, очень дорого. Для нас, как я, пенсионерка, 10 тысяч пенсии. Отдаю за квартиру, за все. По мнению жильцов, полностью менять проводку нужно во всем доме. Ведь в следующей квартире кабелей с видимым нарушением изоляции нет. Проводка убрана грамотно и толково. Однако проблемы есть и в этой семье. Бывает свет включаешь, и вот на детской комнате у нас, говорят, там провода разные. Алюминь с медью. То есть они несовместимы, и бывает там каратит, то есть звуки такие. Ну, как каратит. То есть сделать ничего нельзя? Ну, это полностью проводку начинают подъезды менять, только вот это делают. Но это очень дорого, если с подъезда начинать менять. Подъезд – это уже территория ответственности управляющей компании. Пишем письма в управляющем компании, требуем, чтобы они соблюдали требования пожарной безопасности. Но это, получается, квартиры как бы приватизированы. Это их квартиры, и они несут ответственность за это. И они как бы должны принимать меры по устранению этих нарушений. То есть получается замкнутый круг? Получается, да. Вот если все это не будет устранено, к чему это может привести? К самому худшему, да, что будет повторяться короткое замыкание с горением, без горения. Закон сегодня не предусматривает по отношению к собственникам штрафных санкций, либо принудительной замены проводки. Поэтому все, что можно сделать на данном этапе – это внести нарушения в чек-лист, провести профилактическую беседу и вручить владельцу памятку со списком телефонов МЧС и пожарной службы. Будьте аккуратны и бдительны. После того, как из дома выходите, все отключайте, проверьте телевизоры. Я ухожу на работу, все выдергивают. Татьяна Артеменко, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.